Друзья, всем привет! Сегодня у нас понедельник, 5 июня, у нас новое разговорное видео на тему доходы за май 2023 года. Было на самом деле очень много поступлений, поэтому некоторые из них я не буду озвучивать, прям постепенно их буду суммировать, да? То есть потому что, естественно, они приходили постепенно, иначе там придется очень долго все это рассказывать об этом. В общем, мы приступаем. Доходы. Какие же за май, да? Сразу хочу отметить, что в мае я болел, да, я еще был в отпуске в начале мая, потом я был на больничном, да, я болел тогда, и все-таки я думал, что вообще будет, знаете, такой очень тяжелый месяц. На самом деле нет, все нормально, я выкрутился, я смог. Вот, сейчас я все подробно озвучу. Ну, а также еще, друзья, смотрите, у меня некоторые спрашивали, как тебя можно поддержать. Я оставлю ссылку в описании под видео, особенно для тех, кто меня смотрит за границей. Ну, также номер банковской карты оставлю, если вы меня смотрите из России, если есть желание, если есть возможность, самое главное, возможность, да, можете поддержать. Вот, поэтому, ну, опять же говорю, по возможности, потому что я все замечательно понимаю, все мы работаем, у всех там, у многих семьи, там кредиты, ипотеки, прочее. Поэтому, такие дела. И еще, те, кто меня из-за границы вдруг захочет поддержать, да, я вас хочу попросить вот по ссылке в Данэшнел Алертс, пожалуйста, не надо там переводить какие-то большие суммы. То есть, буквально, там, не знаю, ну, переведите, ну, там, 5 долларов, условно говоря, понимаете, то есть, ну, где-то лучше вот так сделать, потому что иначе он большие суммы начинает блокировать, потом все это приходится ждать. И, в итоге, это с трудом все выводится, в общем, это, знаете, такой уже был пройденный этап, поэтому лучше по чуть-чуть, вот, лучше по чуть-чуть поддержите, вот, буквально, и все, и за это я вам буду благодарен. Можете через недельку еще поддержать, условно говоря, если вдруг там желание будет, да, ну, то есть, я вас единственное, на чем хочу попросить, крупные суммы не отправлять, потому что, да, я знаю, я вам искренне благодарен, что вы меня поддерживаете, но, вот, все-таки, платформа это блокирует, потом это очень все тяжело, ну, в итоге получается, что, ну, тяжело, в общем, будет выводить, там, я уже рассказывал подробности, как это было. Итак, доходы, все, друзья, приступаем к доходам за май 2023. Так, 20 мая, как и всегда, пришел аванс, аванс был совсем маленький, 4785 рублей, совсем ни о чем, ну, возможно, из-за отпуска, из-за больничного, 84785, и также 464 рубля пришел кэшбэк за покупки, и это просто не реклама, я пользуюсь картой Тинькофф банка, расплачиваюсь ей, поэтому за отдельные покупки он там начисляет кэшбэк, то есть, в принципе, за все покупки, которые, вот, 100 рублей, ну, и там за какие-то отдельные категории, это уже самостоятельно каждый месяц выбираешь. Это не реклама, это я просто рассказываю. Дальше, 31 мая, как и всегда, компенсация питания 3480, это стандарт. Потом, сегодня, 5 июня, пришла зарплата 20789 рублей. Дальше, за больничный пришло 10976, 3659 заплатила сама компания, и 7317 заплатила страховая. И также на подработках, да, друзья, все-таки, да, мне приходилось выходить на подработки, потому что я думал, чтобы вот это все вытянуть, потому что, честно, вот этот больничный, да, начало отпуска, даже не то, что там отпуск у меня был в начале месяца, да, а вот этот сам больничный, честно, он мне немножечко, вот, насторожил, и поэтому, да, приходилось, но в итоге заработал 12582 рубля, в принципе, неплохо. И также, вот, за блогерство хочу сказать, да, вот, я уже рассказывал о том, что там просмотры падают, ну, просмотры не особо еще падают, да, новые показы падают, точнее, вот, показы падают, новые подписчики, там, с трудом подписываются, да, то есть, естественно, опять же, в рекомендациях мало, да, из-за того, что, что еще сказать, да и все, в принципе, ну, 118 рублей, это заплатил мне Дзен, вот, такие дела. Ну, это ладно, в принципе, я не жалуюсь, я просто констатирую факты. Итого, общая сумма доходов за май 2023 года составила 53194 рубля, но относительно неплохо, хочу так сказать, по сравнению, конечно, с апрелем, кто там не смотрел, можете посмотреть, там была сумма намного больше, вот, поэтому, ну, оно и, понятное дело, что в этом месяце никак бы не удалось достичь, да, вот этих вершин. Я все-таки, знаете, еще задумываюсь о том, как бы, ну, то есть, так сказать, есть мысли, да, вот, как бы меня, то есть, ну, как возможности, точнее, как можно увеличить, увеличивать доход, вот, пока я об этом ничего говорить не буду. Такие дела, друзья, вот так все вышло. Вот вам, пожалуйста, разговорное видео, рассказал вам о своих доходах, вот, так, смотрите, еще раз ссылку оставлю, номер карты оставлю, да, у кого есть желание, возможность, можете меня поддержать. Только, пожалуйста, в Donation Alerts не переводите большие суммы, я просто прошу, не надо, пожалуйста, потому что там они блокируют это все, и все, 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 я ничего не выведу. Вот, если кому-то интересно, на что, в принципе, идут донаты, да, часть донатов у меня еще до сих пор осталась, которые я получал, то есть, я не все еще потратил, вот, донаты идут на создание контента, экскурсионного контента, то есть, вот, те видео, которые вы там смотрите, там, из Петергофа, там, какие-то вот поездки, музеи, да, были, то есть, это вот, в принципе, все для вас, вот, получается, делаю вот этот контент, это все идет от тех донатов, которые мне переводили. Также мне еще надо купить, как же он забыл-то называется, этот фиксатор, фиксатор, вот, предложили мне, причем два раза мне писали в комментариях, тоже надо его будет обязательно найти где-нибудь, посмотреть, желательно, конечно, купить. Вот, поэтому такие дела. Такие дела. Ну, в принципе, все, что я хотел рассказать. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Всем пока. Ждите, скоро новые видео обязательно будут. Пока-пока.